Сегодня 31 декабря, последний день уходящего года. 31 декабря 1862 года на улицах Ставрополя, преемником которого является город Альятти, с наступлением сумерек зажглись огни. Было установлено 20 фонарных столбов, и в этом губернском городе стало по-праздничному красиво и светло. 31 декабря 1890 года 34 жители Самары, в том числе купец первой гильдии Альфред фон Вакана, учредили общество любителей наук и искусств. Устав этой организации был направлен на рассмотрение министру внутренних дел Российской империи, который перепоручил его министру народного просвещения. В итоге ходатайство учредителей было отклонено, а вот в связи с чем история умалчивает. Ровно 75 лет назад, 31 декабря военного 1943 года, в Кубышевском Ивако-госпитале номер 578 состоялось торжественное предновогоднее собрание. В нем приняли участие представители шефствующих над этим лечебным учреждением организаций. Шефы подготовили праздничный концерт силами своей художественной самодеятельности, а затем раненым офицерам, сержантам и рядовым вручили новогодние подарки. 31 декабря в разные годы появились на свет советская певица, актриса опереты театра и кино Татьяна Шмыга, популярная телеведущая Регина Дубовицкая, титулованная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Модеста в день. В эту пору можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого наши предки ложились на ток, где молотили хлеб и внимательно слушали. Если подгадающим застучит, его ждет смерть. Если зазвенит свадьба, а если послышится молодьба, будет богатым. Отдельно предсказывали погоду на следующий июнь. Она должна была быть такой же, как в Модеста в день. Таким вошел в историю последний день календарного года. Праздничного настроения вам. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. С наступающим 2019 годом!